Привет, разящие кулаки победителей! Вы на канале Муай Тай Си Кей, а с вами я, Федорович. Перед тем, как наши монстры начнут свою небесную зарубу, хочу сказать пару слов про то, что вообще здесь происходит. Мои подписчики уже наверняка знают, что это за турнир и что тут к чему. Для них я только скажу, что это четвертый четвертьфинал, а предыдущие бои вы можете посмотреть в описании. В этом поединке команда Легион из Ростова-на-Дону встречается с командой Fight Nights из Москвы. Да, команда именно из этого знаменитого промоушена по ММА. А для тех, кто видит такой формат боев впервые, я хочу сказать пару слов, что это вообще такое. Турнир называется Thermopile Team Combat. Он условно символизирует битву 300 спартанцев в одноименном ущелье. Отсюда и форма ринга в виде прямоугольника, чтобы бойцы не могли убегать, а постоянно рубились, что для зрителей только плюс. Еще и учитывая то, что парты Рит Линч полностью запрещены. Поэтому для любителей ударки и жесткой рубки это наслаждение, по правилам Кайуа. Под прошлыми видео ребята много писали, что это ущелье называлось Фермопильское, а не Термопильское. Но название придумывал не я, а читается оно именно как Термопайл. Даже сами комментаторы на поединке говорят Термопайл. Поэтому я рад, что у меня грамотные и подкованные истории подписчики, которые всегда могут исправить. Этот поединок действительно оказался суровой рубкой, в котором сошлись практически равные команды. А я думаю вы помните, как в прошлых боях один выносил троих. Поэтому поединок получился напряженный и непредсказуемый. Наслаждайтесь этой зарубой и оставляйте свои впечатления в комментах. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай заценят хардкор. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите научиться рубиться так же или усилить свои тренировки, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. С американскими клубами уже готовы ребята выставить свои команды. Только одна идея уже сразу же вдохновляет всех участвовать в этом. Ну да, если Кэй Иван практически канул в лето, к огромному нашему сожалению, то почему бы термопайл Тимкомбат не занять его место на всемирной арене? Объявить лучших ударников мира по всем видам спорта, от Кьюкушина до тайского бокса. Видимо, что немножечко воспрял Евгений Никитин. Наполучал, конечно, в дебюте от Иссы Магомедова, но он так характер показывает этот парень из команды Fight Nights. Не забывает отмечать ударом на удар. Во-во-во, вызывает порубиться он. Иссы Магомедова понимает, что перестреливает на дистанции более длиннорукого оппонента. Ему не вариант, он хочет зарубиться с ним на короткой дистанции. Это, наверное, один из немногих за сегодняшний день боев, которые проходят в таком неторопливом стиле, когда, вроде кажется, больше на очки стараются работать бойцы, но хотелось бы им напомнить, что здесь победит не тот, кто больше нанесет ударов, а тот, кто будет агрессивнее, чаще будет идти в атаку. Да, очень интересная такая в правилах заметка, что тот, кто агрессивнее, тот и побеждает. И вот, видимо, об этом сразу и сам Магомедов вспомнил. Хорошую атаку затяжную донес. Хороший еще удар, но все по защите, все по защите. Евгений Никитин старается вызвать его на открытое Рубилова. В принципе, видимо, да, что хоть и одиночными ударами огрызается Никитин, но один глаз уже Уисы Магомедова подзаплыл. Да, гематома над левым глазом есть у Уисы. Хороший фронткик жесткий. Старается отвечать Никитин. У него всего лишь 50 секунд. Хороший бэквист засаживает и сам Магомедов. Да, захват за ногу был. Первый желтый получает Евгений Никитин. Но я думаю, что это, в принципе, его практические шансы и уничтожает, поскольку все-таки и сам Магомедов был поактивнее явно в этом поединке. И плюс сейчас желтая карточка. То есть, если Никитин сейчас не срубит своего оппонента, он проиграет. Будет вынужден покинуть Фермопил. Так, концовка этого противостояния. Последние секунды этого первого поединка мы наблюдаем. Все. Завершился. Завершился. Никто не был элиминирован досрочно. И все, слава, к судьям. Но думается мне, что здесь двух меня не быть не может, поскольку Евгений Никитин получил желтую карточку. Еще и сам Магомедов выглядел более агрессивно. Вторым выходит Вячеслав Бабкин на этот бой. Представитель прославленной школы Шторм. Ученик Александр Шлеменко. Мощнейший удар обрушивает он. Сделал замечание у главного команды «Легион». Забираться на Фермопил, конечно, категорически нельзя. Но пока что такой осторожный поединок мы наблюдаем. Пытался и сам Магомедов пробить сейчас с разворота. Бабкин встретил легко по защите. Да, пока Бабкину не удается реабилитироваться за своего одноглубника. И пока мы наблюдаем равный бой. Сам Магомедов очень неплохо держит оборону. Поддерживает он все атаки Вячеслава. Стоп, стоп. Поперим, видимо, и вторую победу для своей команды «Легион» принести. Посмотрим, что на этот счет добыть Вячеслав Бабкин, который пока что не форсирует события. Хотя, казалось бы, более свежий выскочил на соперника, который пять минут отмахался в тяжелом поединке с Евгением Никитиным. Пытается прессинговать Бабкин. Вот хороший крюк ему удается. Но Магомедов не выглядит абсолютно потрясенным. Сразу же пытается он атаковать в ответ. Да, здорово проводит поединок Иса Магомедов. Так не сделает лишних движений. Абсолютно расчетливо. Остается минута 50 секунд в этой второй схватке. Интересно, удастся ли, если Магомедову полную дистанцию пройти второй раз подряд. Но пока я не дам кому-то предпочтение в этом поединке. Да, очень-очень сложно отдать. И агрессии как таковой явно в исполнении кого-то из спортсменов мы не видим. И по попаданиям примерное равенство. Пытается немножко активизироваться Вячеслав, но на всей его атаке Магомедов отвечает. И вот ошибка Исы какая. И тут же Бабкин. Да, подловил, здорово подловил Бабкин. Тоже чуть не наказал своего оппонента, но матч не стал. Мощнейшие удары влетают. Вот удалось, удалось Бабкину нащупать брешь в обороне своего оппонента. Да, два раза здорово попал. И нельзя забывать, что одного участника уже нет у команды. Fight Night. Да, им нужно сейчас, это поединок как минимум только сравняет им счет. Если Вячеслав проигрывает, ситуация станет близка критической. А вот Вячеслав и получает, да, вот теперь есть у него один официальное предупреждение. И вот сейчас очень сильно осложнил жизни себе и команде Вячеслава Бабкин. Как бы эта желтая карточка не оказалась решающей. Да, бой-то был практически равный. Бабкин только-только начал переламывать под бой. Сейчас ему нужно просто выигрывать чистую. 25 секунд остается у него на все про все. И Самагомедов это тоже прекрасно понимает и будет отбиваться. Не советует ему не рубиться, конечно же. Понимаю сейчас в команде Легион, что второй может в минус уйти соперник. Тогда они 4 против 2 останутся. Итак, ну что ж, все в руках судей, дорогие друзья. Все в руках судей. Да. Кому они отдадут победу? Покиняйте. Все-таки Самагомедов проиграл. Элиминировать своего оппонента. Ну что ж, 3 на 3. И измотанный Вячеслав Бабкин сразится с Андреем Холыновским. И Самагомедов заслуживает самых горячих аплодисментов. 3 на 3 продолжается этот поединок. Но бьются всегда один на один. И это очень выгодно, отличая термопайл Team Combat от какого-то... Если мне не изменяет память другого командного противостояния, когда там 5 на 5 дрались одновременно. Тоже вроде задумка небезынтересная. Но как только один вылетал, все сразу же было понятно, что дальше там вдвоем на одного, втроем на одного. Да, как только получалось численное преимущество, то сразу же, можно сказать, поединок в том командном противостоянии заканчивался. Здесь же интрига живет вот прям... О, какой мощнейший удар сейчас Холыновский нанес в дых. Бабкин скорчился от боли на стои. Не хочет тут подводить своих товарищей, хочет и остаться в фермопиле. Вещает хорошим ударом. Пришел в себя Вячеслав, но очень тяжело пока ему. Но пробито дыхание, а плюс он еще только что с Исой Магомедовым полный бой отбился. Но очень мощный удар, конечно, он тратил. О, ой ты! Вот это да! Бабкин говорит, что он будет драться. Это парень, ученик Александра Шлеменко. И так просто его не сломить. Да, в школе Шторм ребята не сдаются. Сегодня он из-за чести своей школы, из-за чести команды Fight Night выступает в фермопиле. Духовитый парень. Настоящий воин. Два нокдауна уже было, но не сдается Вячеслав. Пытается продышаться. Холыновский показывает себя очень хорошим технарем. Такой не очень габаритный парень, но очень точно бьющий. Видите, он проваливает Бабкина раз за разом. И после третьего нокдауна Бабкин говорит, я буду драться. Сумасшествие сейчас творится в зале просто. М1-арена ходит ходуном. Тут, дорогие друзья, такого еще не видели в Петербурге, такого еще не видели во всем мире. Но скоро, я думаю, это увидят на всех телеэкранах. У этого проекта огромное будущее. Если он будет продолжаться в таком же ключе. Бабкин старается хоть что-то сделать. Холыновский встречает его в отличной серии. Бой идет практически на территории команды. Вячеслава и его товарищей. Крайне интересно наблюдать и за поведением одноклубников, которые стоят, переживают, поддерживают. Бабкин из последних сил поднимается. Это воин, дорогие друзья. Настоящий воин. И как взорвала сейчас М1-арена, приветствуя его. Все понимают, что парень бьется уже просто на каких-то там морально-волевых. И смотрен он невероятно. Да, мы видим, что подсказывает из угла Денис Смолдарев, Вячеслава Бабкина. Очень переживает он. Очень-очень много бойцов сегодня собралось в этом зале. Не только на Фермопиле, но и возле него мы видим бойцов М1, бойцов Файтнайтса, бойцов ТНА. Ветеранов таких, как Андрей Семенов. Всех заинтересовал этот новый вид спорта. Термопау Тим Комбат. Все. Вячеслав Бабкин все-таки, несмотря ни на что, все-таки элиминирован. А теперь я так понимаю, что Михаил Дорошенко выходит вместо него. Да, два участника. Да, и замена. Да, помните пол. Левой рукой дальняя дистанция. Ну что ж, Андрею Хрулловскому теперь предстоит драться с Михаилом Дорошенко. Стоп. Стоп. На севернее. Внимание. Бой! Очень технично работает Андрей. Левый, левый, левый. А вот Клыновский работает по всем уровням. Подустал, подустал Клыновский, как мы видим сейчас. И Дорошенко неплохие шансы сравнять счет в этом четвертьфинале. Да, с одной стороны, конечно, Андрею можно замениться уже, так как у соперника участников меньше. Но кто знает, как готовы твои одноклубники. Ты так поменяешься, а одноклубники проиграют. И все может быть, поэтому и Андрей стоит до последнего. Ну да, замена означает, что ты покидаешь фермопилы. В этом бою ты больше не участвуешь. Да, тебе нельзя уйти, отдохнуть и вернуться потом. Именно поэтому сейчас Яну Беляеву приходится биться с третьим человеком от команды «Регион». Есть вариант провести две замены. Вот взаимно Беляеву за то, что по Михаилу Дорошенко. Раз сейчас не форсировать события боец команды «Файт Найт», стараются он экономить силы. Видимо, что и Флевновский подустал. Не зарубаются оба оппонента. Возможно, что он все старается. Внимательно, развлечься! Старается, старается Флевновский. Стоп! Да, и сейчас как раз Андрей именно работает на свою команду. Приходи. Чудо, что не есть время. Время остановится там. Был тяжелый удар в пах. Готов? Готов? Секомандарный есть. Время! Бой! Стоп! Никаких клинчей, да. Никаких клинчей. Только динамика, только атака. О, хороший удар коленов в прыжке наносит представитель Файни. Отвечает Андрей. Но Флевновский отвечает и жестко отвечает. Потрясает своего оппонента. Стоп! На середину, стоп! Сударем внимательное. Бой! Флевновский-то идет вперед. Он почуял, что он может выиграть и эту схватку. Стоп! Стоп! Северин! Благодаря! Внимание! Бой! Собирай, забирай, что это! Только прибыль тебя и сам! Не сдается, не сдается. Полторы минуты остаются в этом противостоянии. И сейчас Нахлыновский так вот начал потихонечку ход боя переламывать. А это значит, что еще ничего неясное в этой схватке. И Нахлыновский спокойно может третьего и доминировать оппонента. И тогда команда Fight Night окажется в совершенно критической ситуации. У них останется только один боец, Михаил Дорошенко, которому придется драться сразу с тремя. Но, видимо, что Ян Беляев это прекрасно понимает. Старается перебить своего оппонента. Старается наременировать Хуновского, чтобы остаться два на два. Очень яростная схватка принимает множество ударов Ян Беляев, окровавленного у него лицо. Стоп! Стоп! Прошлись по сторонам, внимательно. Начал уже разминаться во всю четвертый участник команды Fight Night. Чувствует он, похоже, что скоро предстоит ему вступить в бой. Чувствует он, похоже, что скоро предстоит ему вступить в бой. Закончился поединок. Ну что ж, опять же судейское решение. Да, все определяют судьи. Вот так Андрей Хуновский элиминировал своего оппонента, но уже, конечно, измотан он смертельно, просто вынужден был покинуть Фермопил. Да, два против одного. Легион против Fight Night, а бой входит в Эншпиль. Ну, видно, да, что выходец из тайского бокса Султан Хапизов. Очень высокий, заряженный боец. Ян явно пониже и работает на дистанции ему совсем не с руки. Он будет пытаться подобраться на короткую дистанцию. Термопила почти что опустела. Все 10 метров в распоряжении участников. И мы видим, что у Яна удается. Удается. Но это попадание в пах. Удар с разворота наносит Султан. Ян старается его раскачать, чтобы ворваться на ближнюю дистанцию. Понимаю, что с такого расстояния его Хапизов просто расстреляет. Как мишень. Внимательно. Внимательно. Как же хорошо, что клинчи запрещены. Это просто вот динамику боя удерживает на сумасшедшем уровне. Хороший удар удался Яну Беляеву. Да, проваливает соперник Беляев. И немножко так зацепил слева. Да, Беляев дерется сейчас за себя и за всю команду. Один противок. Все его одноклубники уже повержены и смотрят из-за формопила этот поединок. Но посмотрят, сможет ли Беляев сделать сенсацию. Что-то уже почувствует со слона с Боров. Начал он вовсю разминаться. Потому что у Султана Хапизова пока что не очень хорошо идет все. С дистанцией он работает очень круто. Но вот как только бой входит на ближнюю, тут Ян Беляев просто правит бал. А прихватить-то его нельзя. И скрутить его нельзя. Ничего с ним сделать нельзя на ближней дистанции. Надо ее разрывать. Да, Ян прекрасно понимает, что чем быстрее закончится этот поединок, тем легче ему будет в последнем поединке, если это произойдет. Чем дольше он дерется сейчас, тем сложнее ему будет потом. А вот он и заканчивает его, видимо. Удар в печень и удар прямой. Да. Вот это да. Только мы с вами сказали о том, что нужно как можно раньше ему закончить этот бой. Ну что ж, казалось бы, казалось бы, Легион вел три. Один, да, там? Да, да, да. А вот тебе и на. И все решат по два последних участника. Да, пробили печень. Султану Хапизову. Желаем ему скорейшего восстановления. Очень тяжелый такой нокаут получился. Там врачи колдуют в углу. Спустите его вниз. Вот такой момент. Пока не могут убрать одного бойца с фермопила, бой не начинается. А значит, Ян Беляев сейчас получает драгоценные секунды. Итак, кто же выйдет в полуфинал? Если сейчас Ян Беляев победит, это первая сенсация, когда с 1-3 команда отыгрывается. Да, теперь права на ошибку нет ни у одной команды, ни у одного участника. Поражение означает то, что ты вылетел. А победа означает, что ты пошел в финал. Беляев идет, зарубается. Хапизов принимает бой, попадает. Беляев потрясен. Вынужден идти в захват, вынужден нарушать правила. Денис Волдарев, мне кажется, сейчас сам вырвается в фермопилу за своего товарища. Накалена обстановка здесь до безумия. Легион, казалось бы, вел уверенно, но все вот этот последний участник все разворачивает просто. Сейчас вот абсолютно свежий со сла Назбаров и проведший где-то больше трех минут боя Ян Беляев, который сумел нокаутировать своего грозного оппонента, до очень хорошего темноря Султана Хапизова. И сейчас мы видим, что он все будет ставить на вот эту зарубу в стойке на обмен ударами, потому что очень резкий, и очень резкий такой со сла Назбаров. С гавалерийскими наскоками он атакует. Беляев уже потрясен немножечко. Больше трех минут еще поединка. Снова идет оттрук и бой у нас. Зарубается Беляев, получает навстречу. Кто победит, тут непонятно. Попадает уже Беляев. Господи, да что что-то такое? Сумасшествие, дорогие друзья, настоящее фирмопильское сражение на наших экранах разворачивается сейчас. Меня, дорогие друзья, сюда бежим. Немножко готовы, бой! Чувствуют кровь обоих оппонента. Обоим остаются победители быть поверженным. Их команда уже полностью эллиминирована. Они сгрудились, каждый в своем углу. Неистово поддерживают они своих последних товарищей. Кто остался за них драться в фирмопиле. История пишется на наших глазах, дорогие друзья. Видимо, что Сослан прекрасную наносит двойку. Пробивает оборону Яна. Ян отвечает лоу-киком. Сдается 2 минуты 50 секунд. Да, есть, конечно, драма в этом поединке. Да, тут, конечно, настоящая драма. Такое в кино-то не придумаешь. Уже, казалось бы, в чистую проигрывала команда Fight Night. Остался один боец. И сейчас он всеми силами старается срубить своего оппонента, чтобы принести победу своей команде. На зубах, на зубах тащить ее в полуфинал. Отличная вертушка Сослана Асбарова. Отличная двойка. Заводится Беляев. Получает еще удар навстречу. Все, этот парень, похоже, решил победителю умереть. Со щитом или на щите. Это Спарта, дорогие друзья. Никаких тебе финтов. Он будет просто идти и рубить. Готов ли к этому Асбаров? Бескомпромиссный ход боя выбрал Беляев. И это оправдывает, наверное, его ожидания. Команда переживает. Да, мне кажется, что этого парня в качестве четвертого бойца мечтал иметь, наверное, каждый из восьми, кто здесь сегодня находился. Человек, на которого можно положиться в самой критической ситуации. И какое-то сумасшествие. Он получает удар, он уже не защищается. Он просто идет вперед. Остается минута двадцать, дорогие друзья. Беляев из последних сил атакует. Внимание! Да, мы не можем заглянуть в судейские записки, но напомним, что здесь оценивается агрессия в первую очередь. И уж Беляеву-то в агрессии не отнять. Ну да, посмотрим, как вот сыграет это правило в конце боя. Потому что, точнее Асбаров, безусловно, но вот агрессия это просто, ну, Беляев, это иллюстрация агрессии. И вообще непросто будет судя, мне кажется, вынести из решения. Да, сорок пять секунд осталось до конца этого противостояния. Тоже выиграет, абсолютно неясно. Асбаров пытается немножечко пофинтить. Хорошо он работает на контратаке. Айян просто опустил руки и просто вламывается сейчас на ближнюю. Ну что ж, последние секунды этого боя. Кто победит? Да, 15 секунд в трансмен, пропускает Беляев. Пошел вперед Беляев. Файтнайта, Легион, кто одержит победу? Вот это заруба! Не слышали бы даже гонка, закончился поединок. Браво! Аплодирует стоя просто зал. Тоже победил, но имя Беляева теперь это навсегда. Просто, мне кажется, золотыми чернилами вписано в историю термопайл Team Combat, которая пишется здесь сейчас. Кто же в полуфинале-то? Дамы и миссия, в этом бескомпромиссном поединке растерянное решение в суде. Таня Ивановна, держала команда и вышла в полуфинал. Файт! Да, чудеса бывают, дорогие друзья. Это наша главная в чем-то сестой. Я Беляев, дорогие друзья. Затащил просто на себе всю команду Файтнайт в полуфинал. Техника удара. Онлайн-курс для домашних тренировок. Лучшие приемы. Растяжка для бойца. Эффективная работа на мешках, лапах и падах. Самооборона на улице. Избавление от страха уличной драки. Писподготовка для бойца. 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.